Человек-стрим 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 Доброго ранку, шановні антикорупціонери! Ми зібралися на випуск нову, певну, до певної міри, проєкту «1991». Це громадська ініціатива, яка на сьогоднішній день генерує проекти, які змінюють доколінно життя нашої країни. Сьогодні ми будемо говорити в рамках нашої панельної інспусії про те, як відкриті дані та сервіси на основі відкритих даних здатні замінити корупційні схеми та зробити державне рядування більш прозорим. Ми почнемо з панельної інспусії з нашими гостями, а далі перейдемо до питань. Тобто, якщо у вас є питання, краще їх залишити на потім. Мене звуть Галина Василевська, я є також випускником «1991» минулого набору. Я є співзасновником проєкту «Медикс» – це онлайн-платформа медичних послуг. Ми робимо більш прозоро надання медичних послуг. А які проекти було розроблено в правах співпраці з Міністерством інфраструктури, ми поговоримо сьогодні. Гостями нашої панельної дискусії є Денис Гурський, співзасновник інкубатору на основі відкритих даних «1991» та громадської ініціативи «Сошел Буз». Представник фонду відродження Лілія Баран, фонд відродження цього року став основним партнером «1991». Надія Васильєва – генеральний директор «Майкрософт Україна», який гречно надає нам цей офіс для довгої співпраці та технологічну підтримку стартапів. Міністр інфраструктури Омелян Володимир Володимирович. Тетяна Пашина – представник компанії «Партнера «1991» в антикорупційних проєктах «Делоид України». Можемо починати? Я думаю, що Денис Гурський почне з вітального слова про проєкт співпрацю та, власне, його досягнення. І ми перейдемо до дискусії про технологічні інновації в стартапах. Доброго дня всім. Я дуже радий бачити в залі не тільки людей, які сьогодні будуть захищати свої проекти, але й представників фондів, представників донорських організацій. Буду дуже цікаво отримати зворотній зв'язок і побачити, наскільки цікавими ці проєкти є для галузі в цілому. На сьогоднішній день ми закінчуємо інкубацію п'яти проєктів. І це був інкубаційний цикл, дуже короткий, він ще випав на свята. Тобто він був не простим, але менше з тим дуже цікаво. Хочу сказати, що корупція базується на чотирьох складових. Це, власне, хабарник, це людина, яка дає хабар, це безвідповідальність і непокарність антикорупційних дій. Ми стикнулися з тим, що багато корупційних проблем взагалі пов'язані не з корупцією, як її називають в Україні, а просто банально з крадіжками, коли навіть немає того, хто дає хабар. Тобто це не може бути класифковано як корупція взагалі. І деякі проєкти, з тих, що сьогодні будуть пропускатися, вони дійсно відповідають цій категорії, яка бореться саме з цією проблемою. З іншого боку, ми стикнулися з ще одною проблемою, яка дуже цікава, ми будемо про неї говорити пізніше. Я б її назвав корупція в галузі відкритих даних. На сьогоднішній день є дуже багато організацій, які, прикриваючи закон України про відкриті дані, отримують на ексклюзивних умовах державну інформацію. І таким чином, говорять, що вони її отримали завдяки закону. Але насправді це абсолютно приватні відносини з державними приємствами і якимось приватними установами. І цю проблему треба якось розв'язати. Тому що ці дані не є відкритими, вони не є безкоштовними, вони є загально доступними. І це є проблемою. І, крім того, я хотів би сказати, що цей невеличкий антикорупційний цикл, який ми зараз завершили, є початком входження 19.91 в антикорупційне поле, яке буде реалізовуватися в рамках більшого проєкту ТАПАС, який фінансується за рахунок американських коштів, і буде реалізовуватися протягом наступних п'яти років. Дуже я хочу подякувати Міністерству інфраструктури за наданну підтримку, експертну допомогу, фонди, підтримку цього проєкту, також Майкрософт, Україна за надання технічних рішення тим проєктам, які цього вимагали, і офісу для 19.91, а також доно за те, що допомогли нам увійти взагалі в ринок інфраструктури, розібратися, хто як це працює, які проблеми є. Хочу би передати слово пану міністру Володимиру Малян. Дуже вам дякую, що сьогодні значний час завітати. Дякую, Денис. Насправді, мені дуже приємно і важливо, що закінчили перший сет святкових антикорупційних програм і сервісів. Я вірю, що ми зможемо проломати третики і в державі. Насправді, чиновники не є винахідниками, і чиновники не є людьми прогресу. Я сам чиновник, тому що кажу про це відверто. Проблема в корупції в Україні в нас дуже проста. Так, бізнес чи звичайна людина, яка звертається по державні послуги, чує стандартну відповідь. Викладіть, будь ласка, на папері, ми вам ввізково надамо відповідь. Після цього, що відбувається з цим листом, ніхто не знає. Він десь кружляє, з'являються якісь незрозумілі посередники, які пропонують пришвидшити шляху цього листа, пришвидшити шляху тривання позитивної відповіді за той чи інший бонус. Власне, ідея IT-сервісів, безконтактність, прозора, швидка процедура, двоєчна система, одиничка або нуль, плюс або мінус. Без жодних варіацій, трошки швидше, трошки повільніше, трошки якісніше. Я більш ніж переконаний, що на платформі 19.91 ми зможемо створити якісні продукти в державах, створити якісну нову архітектуру, яка знищить інструмент керопцію. А от спільно з правоохоронними органами, я сподіваюся, що це полювання на корупціонерв, який ми зараз започаткували, ми досягнемо результату. Корупція буде подобана як укрзвізниці, так і в інших структурах. Але базова річ не ганятися до безконечності за корупціонервами. Базова річ усунути причини корупції, не дати можливість її розквітати. Друге, ми повинні бути модерною державою. Ми не можемо в прийнятті державних рішень слугуватися алгоритмом 19-18 століття. На цьому лише ввести пошту і чекати місяцями, коли вона йде до адресат. Це зрозуміло, до речі, і укрпошта, яка значно пришвидшує свої швидкості доставки. І дуже приємно, що в цьому не дають покару на державу. Але сама держава повинна бути модерною. Над цим ми також працюємо, я сподіваюся, що ми досягнемо цього результату, бо іншого варіанту у нас немає. І тому я закликаю всім вас дивитися ширше, думати глобально. В цьому плані у нас дуже імпонує шведський досвід. Будь-який шведський статар, він не вмежується, як однієї країни. Він одразу має відповідати потреби у світі. Тому зробіть ті продумки, які, на вашу думку, можуть знайти світ. Дивіться на прості речі, проголювати прості рішення. І тоді ми будемо мати складну систему, яка буде діяти ефективно і вести країну вперед. Дуже вдякуємо. Дуже дякую, Дані Кісе. Дуже дякую, пані міністру. Я можу тільки сказати, по-перше, що я дуже, напевно, за ці два роки можу сказати, що... Перше, дуже дякую міністру за ту ідею, яку там два роки назад, напевно, три роки назад. Це все відбулось. І ми подумали, що, а що є взагалі в країні, крім грошей, людей, виробництва, інфраструктур. І ми зрозуміли, що єдине, що ще не монетизується, це дані. Тобто це інформація. І багато в Україні, і досить велика кількість у кожного. Але, в принципі, заробляти на цих даних, заробляти на ці інформації в нас більше можуть не з професійної точки зору, а з маніпулювання цією інформацією. Ми подумали, чому б не зробити такий інкубатор, де можна було б, перше, показати, які є бізнес-моделі, які є можливості для того, щоб зробити з інформацією бізнес, подивитись на інформацію, як на ресурс. Це перше. По-друге, взяти і подивитись на, якщо ми кажемо про корупційні якісь дії, то основний фактор корупційні дії – це людський чинник. Якщо ми приймемо цей людський чинник з якогось бізнес-процесу і замінимо його на один з трендів, який зараз досить популярний в світі – це інтернет речей, тобто це датчик, тобто це якийсь пристрій, який може збирати інформацію і без спотворення цієї інформації передавати далі, то, напевно, ми зможемо дійсно бачити те, що відбувається в інших країн. І з цього почалися перші агрокартони, далі вже пішли всі інші агрокартони. І можу сказати, що вчора буквально ми теж розмовляли, давайте ще третій пробиток. І я можу сказати, що як подивитись на ситуацію в країні економічним зором, можу сказати, що якщо не буде у нас стартапів, якщо не буде у нас технологій, які б ми робили тут, в Україні. Так, використовуючи міжнародний досвід, мабуть, використовуючи платформи, які є в світі, але все ж таки, додаючи туди інтелектуального нашого досвіду, ми не зможемо далі виростати як країна. І досить швидко не йти, не повсти наверх, хоча б не топ-10 країн, але хоча б топ-15. А дійсно, крокувати туди впевнено з тим, що ми дійсно знаємо, що ми хочемо, ми дійсно показуємо, що ми можемо, і ми дійсно досить швидко це проваджуємо. Ще хотіла б сказати, що останнім часом ми досить багато бачимо інформації, яка виходить, наприклад, з електронних декларацій, багато бачимо дискусій щодо прокуратури, щодо ведення кримінального провадження, щодо ситуації, яка стосується оптимізації тих маленьких коштів, які є зараз в державі. І мені здається, без технологій це зробити неможливо, тому що втрати є не лише в людському чиннику, втрати є і в неефективності. Якщо ми зможемо дійсно проаналізувати детально, перебрати вручну ці процеси і перебрати зайве, то тоді, в принципі, тих грошей, які країна на сьогоднішній день виговляє або створює, на критичні речі нам повинно бути вистачатим. Я за це дуже дякую стартапам, за це дуже дякую ідейним людьмам, дуже дякую за те, що вони об'єдналися в громаді, а ще, що вони друг друга витривали для того, щоб дійсно з прототипу зробити бізнес-модезу, вибрати бізнес-модезу. Дуже вам дякую. Дякую, пані Лівній Баран, про підтримку фонду відродження, тому що у 1991 змінився профі, фонд відродження став великим значним фактором цієї трансформації. Про вашу підтримку антикорупційних проєктів та ваше бачення, як технологічні рішення можуть змінювати країну. Дякую. Я дуже хотіваючи Денису за ідеї, за те, що вони завжди є для фонду відродження надійним партнером, також міністерство, тому що погодилися взяти участь у нашому проєкті і Делой, також іншим нашим партнерам. Для фонду відродження дуже важливо підтримати антикорупційні проєкти. І, як ми бачимо, за останні роки завдяки активній підтримці домадськості, багато сфер з публічного життя проходять в мережу, так як електронні антиклорації, електронні тендери, публічні фінанси, також відкриваються реєстри. І тому це логічно, що шукати поле для боротьби з корупцією теж треба в онлайн. І тому зараз, за біки таким проєктам, як 1991 в нашій країні, створюється багато онлайн-проєктів, онлайн-сервісів, які допомагають шукати вузькі місця і боротися з корупцією, відболати старі схеми, корупційні схеми. Тому що якби, як як не було прогресивне законодавство, створення корупційних органів, все рівно завжди є людський фактор. І саме, я вважаю, що саме ті проєкти, вони допомагають більш ефективно боротися з корупцією, як і журналістам розслідувачам, так і антиклораційним органам, автилістам. І також, чим більше таких створюється, таких еті-проєктів, тим більш захищеним стає наше суспільство, тому що створюються не тільки проєкти, які допомагають нам боротися з корупцією, захищати нашу країну від корупції, також захищати себе, такі антирейдерські проєкти, так проєкти, контролювати свій бізнес. Тому, я вважаю, це як з імунізацією. Чим більше проникнення імунізації серед населення, тим ми можемо говорити про колективний імунітет. Тому я вважаю, що саме айті-проєкти це є таким інструментом колективного імунітету проти корупції. А також я б хотіла побажати нашим командам знайти інвесторів, фінансування і подальшого успіху в їхній діяльності. Дякую. 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 я была в таком восторге, что попросила присоединиться к одной из команд. И, собственно, то, что я сделала, потому что я считаю, что наши антикоррупционные экспертивы, наше понимание того, как коррупция в стране работает, такие проблемы могут действительно пригодиться. Поэтому тут я сказала, что я останусь Денису, он смирился с этим и, собственно, находился в определенных местах. И что я могу сказать? На самом деле, проект для меня очень сильно ассоциируется со словом вдохновение, потому что, когда ты видишь идеи, о которых ты никогда не думал, когда ты понимаешь, что они действительно могут решить проблему, это действительно очень сильно вдохновляет. Также очень сильно вдохновляет, когда к тебе приходят представители министерства и говорят, что давайте, если вы будете ограничиваться теми открытым данным, которые есть, а подумайте о том, какие данные будете открыть, подумайте, что вы еще можете сделать, и мы поможем вам, поможем вам эти данные открыть. Это тоже очень круто. И когда ты видишь людей, которые сейчас учатся в школе, и они приходят и пытаются представить какие-то антикоррупционные решения, это просто потрясающе. Я подумала о том, как вы учили в школе, но мы не думали тогда о том, как выбрать коррупцию. И каждый раз, когда мне говорят, что у Украины нет будущего, я вот привожу пример этих школьников, которые пришли, собственно, есть в нашем будущем, они хотят что-то поменять. Это очень круто. Меня очень часто просят называть какие-то цифры, оценить коррупцию в стране. Потому что приходят, говорят, скажите, сколько воруют. Мне как-то постоянно очень сложно объяснить, что коррупцию очень трудно измерить. Даже вот такая организация Transparency International называет рейтинг восприятия коррупции, а не рейтинг коррупции. Потому что коррупцию, ну, такое, она в тени, ее измерить очень сложно. И я всегда говорю о том, что коррупцию как бы, ну, нельзя посчитать. Вот, я еще раз потом об этом подумала и подумала, а все-таки коррупцию посчитать можно на самом деле. Ее можно посчитать тогда, когда ее убирают. Например, если вы посмотрите на систему Прозора, да, вы видите, там есть цифра 8 миллиардов гривен. То есть, по сути, это, когда коррупция уходит, вы понимаете, сколько воровали. И я думаю, что есть еще очень много, чем сделать в Прозоре, для того, чтобы эта цифра настала гораздо больше. Можно посмотреть на ту же организацию «Нафтогаз», да, в которую пришла новая команда. И почему в условиях войны, газовой зависимости и жуткой демокрации они показывают лично финансовые результаты. Эта цифра, которую вы можете увидеть, сам посчитать, абсолютно, как бы, публично она известна, это просто коррупция, просто коррупция, которая ушла. И я очень надеюсь, что эти вот команды, после того, как их воплодятся в проекты, они нам новые цифры покажут. И когда мы увидим, что где-то возникает прибыль, какие-то организации начинают зарабатывать денег, мы поймем, сколько там воровали, мы поймем, какая там была коррупция. Собственно, что еще хотел сказать командам, там, сзади все сидят почему-то, со всеми друзьями на Facebook, они очень меня вдохновляют. Я хочу вам сказать, вы, наверное, сейчас очень встали, и вы немножко, как бы, сейчас в стрессе находитесь, да, с презентациями, но вы все только в начале пути. И эти минимальные, как бы, работающие продукты, которые вы показываете, это просто первый шаг. Вы должны об этом помнить. Каждый раз, когда вам говорят о том, что у вас слишком амбициозная цель, что вы хотите там чего-то невозможного, не слушайте это. Потому что только ставив перед собой эти амбициозные цели, задачи, вы сможете творить чудеса. Помните о том, что ту же систему Прозоро, ее создавали романтики. Когда люди хотели ее сделать, никто в Сибири вас очень получится. А сейчас мы видим, как бы, по сути, вот это вот чудо, да, которое уже во многих других странах это все не грязь. Вот. Спасибо вам большое. Я желаю вам вдохновения. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И как за два месяца от прототипу пройти невеликий шлях до реализации уже какой-то базовой модели. АПЛОДИСМЕНТЫ Насправді, на остальных перед питанием, я хотел бы звернутися до команд, которые работали два месяца. И до тих команд, которые не пройшли в этот инкубационный цикл, но хотелось бы еще сделать. Хочу напомнить, каким образом вообще этот инкубационный цикл стал и как этот проект вообще был реализован. Министерство инфраструктуры, на самом деле, является чемпионом в открытии данных. Еще полтора года назад, благодаря усилиям команды Володимира Омеляна и некоторым людям, которые еще есть в зале, Министерство на випорядке, еще перед тем, как принял закон в открытии данных, начало открывать информацию в формате открытий данных на собственном сайте. Это очень важно. Это очень проактивная позиция. И на сегодняшний день Министерство является более открытым для каких-то IT-проектов. Мне кажется, что вашим проектам нужно стать самостоятельными и шукать партнеров, фонды и другие организации, которые вас далее поддерживают. Фонд «Видроджение» регулярно проводят все проекты, которые проходят через инкубацию «1991» в схожих проектах. И вам варто подаваться на таки самі конкурси, залучаться с поддержкой Министерства, это очень открыто. И продолжать, например, с государственными и украинсками, как и с поддержкой Министерства, и так далее. Мне кажется, что самое главное – это не оставить те проекты, которые начали, и продолжать их делать до тех пор, пока они не станут жизнездатными и самостоятельными. Я уверен, что те проекты, которые прошли сегодня через «1991», все пять проектов, которые могут выжить, найти дальнейшее финансирование и стать успешными стартапами в области борьбы с коррупцией. Володимир Володимирович, вы снова что-таки до питания про государственные данные, и про государственные управления. Как вам сдаётся, какие топ-3 критические зоны, какие на сегодня технологические решения в Министерстве инфраструктуры уже могут выжить? Ну, вы знаете, на самом деле, там, где наиболее сложилось, то в первую очередь необходимо проводить какие-то сервисы. Это мы бачим чётко по кризиснице, начиная от финансовой деятельности, завершивающей розбольного погода, завершивающей обликом наявных ресурсов. Слава Богу, тут уже есть пропозиции чёткие, которые мы можем имплементовать. И это будет черговый, может быть, последний тест на готовность команды в Куроргинске в Куроргинске, чтобы это принять. Обыкновенно сказать, что это сделать, что нам, в первую очередь, предположить коррупционную реальность, а не прозорное будущее. В других сервисах, которые мы бачим, и на чем мы сейчас работаем, в частности, с найбільшими святыми компаниями «Хайчеслав Польц» и «Депилот», я споделаюсь, что этого года за поддержку президента Украины, премьер-мегистр Украины, которые зайдут в Украинские морские порты, и мы сможем обладать полный комплекс послуг по импорту и экспорту, транзиту, монтажей. И это уже не касается лише морской галузы, это касается всех семейных сервисов, фискальной службы, митной службы, правоохранной деятельности. И когда контейнер по импорту, что масса коррупции через по импорту, по импорту, то есть и таких критинок есть безвлечь. В авиаспект, где мы бачим чёткое взросление, оно пояснилось очень простым решением. Мы забрали из-за этих чиновников. Все процедуры происходят прозоро, а почти автоматично. Как только появляется здесь чиновник, начинается фактор субъектомизма, и сегодня будет чудовый реформатор, успешный, прогрессивный. Завтра он будет снова типовым радянским чиновником, который будет руйной в стране. Дякую. Отже, мы бачим, что у проекта в рамках 1991, не в рамках цієї, я думаю, что в рамках наступных инкубаційных программ еще много завданий, с которыми надо спориться. Я думаю, что и авиаційные проекти, и проекти в инфраструктуре, и проекти для портов. А пока что в рамках цієї инкубаційной программы вопросы до наших панеллистов. Пожалуйста. Панеллист, 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 пожалуйста, в таком чином Министерство долучалося до пилотовики и будут ли они проведены работы в Министерстве? Безперечно, что они будут проведены. Мы с самого початку тут сидит и колишний перший наступник министр инфраструктури, и наш дорогий радник Олексій Соболев, який працює над Багоманком проектами, постановили для себя чітко, что Министерство должно быть открыто. З цією метою вся эта информация, которая была за самовыми начатками, была выкладана на публичный доступ. И вот коллеги будут обеспечить 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 в том, что обеспечить обеспеченную обеспечить коррупцию. Мы это чётко понимаем, мы сведомо пошли на этот крок, он был первым кроком среди государственных правительств. И я рад, что сегодняшние эти решения, которые нам предложены, они уже гонтуются на то, что первый крок, в целом, министерство предложило все данные и открытие доступа. Я уверен, что эти решения будут опробованы, они будут имплементованы. И это может быть не просто волонтерская деятельность, а успешная бизнес-модель. Потому что если это будет успешно запущено в Укрзрязнице, это может быть чудовым решением для многих других звездных свят. Если это будет функционировать в Адміністрации Морских партий Украины, это может так же быть в других сферах, в других странах. Поэтому мы видим доски с прозором. Неведомый проект, заведомый в будущем, стал успешным. И один из самых лучших практик, которые вызваны в некоторых организациях. Извините меня, что одна страна взяла до себя на озборожение Молдово, так что-то. Сейчас проходят процесс Молдово. Поэтому это тот направь, который мы двигаемся. И я надеюсь, что таких пропозиций будет много. Потому что ключевое наше – это полноценная комплексная архитектура современного света, которую мы будем заниматься в Адміністрации. Продолжение следует... Продолжение следует... Это вообще возможно как-то оценить эффективность именно в каких-то конкретных денежных сумках? Или же есть другие лучшие разумы? У вас есть акцент. Я с радостью был ответом на ваш вопрос. Я вернусь просто к комментарию, который был у Тани Пашевной по поводу того, что оценить группы можно уже только по факту искоренения. Поэтому здесь очень сложно сказать. Можно сказать одно, что эти проекты являются очень легковесными и легкими в имплементации. Поэтому в этом как-то значное преимущество относительно небольшими затратами. По всей видимости, грамотных средств можно убедиться, что в работе это не или нет. Если позволите, я еще откомментирую. Абсолютно согласно с Денисом. Но я только хочу добавить еще то, что Татьяна говорила. Отслеживаете все госпредприятия по их результативности. То есть, что было в прошлом году и что будет после внедрения. Это первое. Второе. Смотрите на капитальные инвестиции, которые были ранее, которые сейчас. Потому что если сейчас используют новые технологии, там капитальных инвестиций не будет. Поэтому вот два момента. То есть бизнес А должен становиться легче, Б прибыли. Если вот это вы будете отслеживать, смотреть на это все как журналисты, то вы будете видеть, что да, там уменьшается коррупция. Потому что коррупция лежит в больших закупках чего-то непонятно чего, которое сейчас применять невозможно. Я посмотрел на примере того, что мы имеем в сервисе автоматичного мультфильма, применения в таком складе в Звезднице. Мы еще должны показать детально, как он будет работать, потому что есть схожая программа в Звезднице. Но то, что мы чётко знаем, что пиковые месяцы перевезли на чорную ритку, бизнес будет получен платить за годину на тью-вагон от 500 до 1000 гривен. Можем раховный склад в Звезднице приблизительно 80 тысяч гривен. Мы делаем скромно, давайте хотя бы на 3 сумму, и мы будем мать порядка 15 миллионов гривен, где по добу коррупционного коррупции. Все. Ця программа опликана, цей фактор ліквідувати, потому что вагон нет, а если нужно, то подъехать и вагоны появляются. Вспомните, что они есть. Эта система надеется прихватить. Мы чётко будем понимать, где что находится, и куда что идёт. Это один из таких же вагон-метровых. Эти деньги, скорее всего, не впливают на финансовый баланс с компанией, но эти деньги точно впливают на финансовую ситуацию бизнеса. Я думаю, что мы можем переходить до следующих вопросов. Будь ласка. Нет, вопрос к всем участникам. Ольга Ярохо, скажите, пожалуйста, несмотря на то, что коррупция у нас живёт в тени, но коррупционеры у нас сильны и изобретательны. Новые проекты – это, прежде всего, отсутствие их заработка в будущем. Продумывали вы или вообще ожидаете ли вы саботажа на местах в случае внедрения этих решений? И продумывали, как бороться или оперы, коррупционеры вытрыбывали? Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Впрочем, у моих дискуссий закінчилось все то, что я перейшов в публичную тушину. И если у кого-то есть желание дальше поддерживать коррупционеров, то я этого не дам сделать. Я не знаю, что не меньше своя сфера, я их знаю по прізвищам, я знаю, чим они фактически занимаются. И так, или иначе, я это зупиню. А в других вопросах, знаете, каждый раз выясняет свой час на себя. Но я вважаю, что мы не можем весь час жить в печері и полювать на маму. Цей час закінчився. И суспільство, справді, зрели. Воно готове. Просто чомусь, инкли, трошки перелякали. У меня была недавно встреча с бизнесом, на площадке одной из таких бизнес-организаций. Мы долго слушали, что мы делаем такие реформи, что мы хотим сделать. Они говорят, слушайте, а как вам вклинувать на владу, что мы можем делать. И это меня шокует, когда самодостатный, эффективный бизнес, который построил с дула великой компании, видя чиновника, начинает вопрос, что мы можем делать. Нет, это бизнес мое сказать чиновнику, что он делает неправильно. И сейчас намного быстрее, качественнее можно отрибать наиболее результаты в государстве. Вот, когда мы научимся говорить самым такими умовами, что я не прошу, а я вымагаю, то я думаю, что у нас багато что-то будет бывать и дула. Дякую. Еще питание. Будь ласка. Можно я? Вы хотели бы подчинять свое питание? Просто ответите, что хотите. А, будь ласка. Я выключаю. Да, очень быстро. Смотрите, на самом деле, действительно хороший вопрос, потому что, да, чиновник изобретательный, но сомневаюсь, что он обгонит искусственный интеллект и машинное навчальное, да, машинное обучение. Я могу сказать, что те основы, которые заложены сейчас в облачных решениях, вот здесь, которые команды представляли, там есть очень хорошие два фактора. Фактор номер один. Любое действие чиновника будет записано и удалению не подлежит. Это первый фактор, да? То есть спросту ваты его, что-то изменить, добавить, невозможно. Первый фактор. Второй. Машина постоянно обучается. Это означает, что в онлайн-режиме то, что у вас было секунду назад, уже совершенно по-другому воспринимается в зависимости от тех действий, которые были произведены секунду назад. Это облачные технологии. Это большие данные. Это не маленькие данные, которые из отчетности вы набрали. Это все, что живет в реальном режиме и дышит. И вот из-за этого всего на сегодняшний день мы, мы намагаем все время с тестом, мы намагаем использовать наибольшие технологические решения. И это машин-режим, то есть машина-завчание, это штучный делек, и это онлайн-аналитика. Если все эти три фактора будут имплементованы в решение, то, поверьте мне, никакой чиновник не сможет спросту в том, что он это делает. Спасибо. Если можно, пюль секунду, то я думаю, что чиновник на справа подавляющий не может перевершить штучный делек, а не то, что может его выключить. Потому что он очень важно, чтобы держать подалее. Я вважаю, что саботаж реформ, он есть и будет. Не так легко проводится прозоро, и дата. И я особо вважаю в силу громадянского общества, и поэтому мы дотримуем проекты громадянского общества, именно на то, чтобы давить на владу, и заставлять их все-таки впроваджувати, шукать этих коррупционеров. И коррупция имеет имена, и мы всегда, как то говорят, name and shame. И я думаю, что благодаря этому миксу IT-технологий и сусилю громадянского общества, все-таки мы подавляем этот саботаж. Спасибо. Ну и еще два слова, когда все говорят, то я тоже хочу сказать про саботаж. У меня невеликий досвід за реформирование, но он есть, и он связан с реформой открытой даты. Великий досвід співпрацией с первым урядовым складом письма революции и с всеми структурами, которые являются подлевленными. Нам довелося делать все сбирание подписов на уровне министров для обязывания постанови, соответственно, Каббинату министров, до проведения цієї постанови на уровне середньої ланки управлінської в деяких министерствах, проведения тренингов для специалистов, керевников, подразделений и так далее. И могу сказать, что в каждом из этих случаев нужно просто найти подход, почему в течение или иной ланке это мае быть интересно и какие самые полезные моменты. В решениях, которые запропонованы тут, есть безусловно подолание коррупции. Но, с другого боку, они все пропонуют таким или иным чином сделать более прозорую деятельность государственных предприятий или министерств. Это приводит к тому, что, например, те наборы данных, которые сегодня есть в Укрзалезнице, они под грифом «комерційная информация», они становятся открытыми, но, с другого боку, появляется какой-то сервис, который надается предприятиям, например, и они могут им користовать себя официально, по-пределому сплачивать за этот сервис. Это податковое отшкодование, это новая схема заработки, это возможность ввести державное предприятие великий плюс. Это другой подход, это поделание коррупции не через покарание того или иного коррупционера, но это замена старых схем на новые, прозорые, инновационные, которые больше работают на людей, чем на конкретного чиновника. Я думаю, что у нас осталось буквально два вопроса. Пожалуйста. Экономическая правда, Сергей Владимирович. У меня вопрос к министру Миляну. Скажите, пожалуйста, я видел два проекта, ориентированных на конкурс «Залезничею». Могли бы вы назвать фамилии и должностями людей, которые отвечают за внедрение этих проектов, которые будут отвечать за внедрение, если они будут внедряться? Сроки внедрения, процедура этих внедрений. Обсуждали ли вы с ними внедрение этих проектов? Мы только получили эти проекты сегодня. Давайте працюем с командами, разумеем чётко, какие бы они вышли, как эти графики с «Залезницей» и потом их проведем. Но то, что они будут проведены, я угариваю. Володимир Покрасенко. Я представник одного из проектов, который был первый. Прошел успешную инкубацию первого инкубационного периода в 1990-е годы до пана министра. У нас, например, есть пропозиция, совместная с нашим научным проектом, который уже успешно проведен в каких-либо местах Украины. И, возможно, и другие проекты, его явно впевнено в Украине, есть. Каким образом можно подать пропозицию до вашего министерства, что на розпрос? Я думаю, что мы пройшли по всему министерству, я думаю, что мы пройшли по всему министерству, аспектах подолания коррупции, как с технологичного, так и с точки зрения государственного управления. Я запрошу вас на аллею стартапов, где с проектами можно будет детальше познайомиться, понять, какие часовые рамки им нужны для имплементации, какие ресурсы, ну и, власне, как они покращают життя каждого из нас уже сегодня. Проходьте до зала 1990-го. И дякуймо нашим панелістам. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...